Игрок, который у вас сейчас на экране, не умеет грамотно писать. Когда я читал то, что он напечатал, я просто смеялся во весь голос, потому что он настолько глупые ошибки делал в словах. Я вам покажу потом тоже, посмеетесь обязательно вместе со мной. Но я не зря взял вот этот бой на ИС-3-2. Это, кстати, относительно новая ветка двух ствольных советских тяжелых танков, которая много шума навела в игре. Бой будет обалденный. Позицию наш пацан покажет очень классную. Развязка, так это вообще эпик. Тут в чате будет такой ужас твориться. Этого пацана будут крыть диким матом. Союзники там будут друг друга просто. Такие гадости писать, что ни в какие ворота это не лезет. Смотрите в чат, там лютая жесть будет происходить. Тоже очень, кстати, оскорбления в каком-то плане смешные. Ну, в общем, посмотрите. Еще те весельчаки играют в рандоме. Ну, и, конечно же, покажу, покажу чуть позже, что пишет наш герой. Его слова по поводу этого боя. Вы будете смеяться, это точно, ребят. Первый же выезд. Впереди подсвечивается 54-ик. И просто ловит от нас дуплетик свертуханчика. Ну, не свертуханчика, но почти свертуханчик. Ну, в общем, очень красиво. Мы пробили двумя снарядами сразу Т-54. Походу, советская СТ-шка потеряла просто даже речи, когда с ней это произошло. Подсвечивается Type-4 Heavy впереди нас. Даем ему на 360. Тут же откатывается чуть-чуть назад наш герой. И опять видно башенку японца, в которую мы свои драгоценные советские снаряды без проблем отправляем. И, как вы видите, голда ИСа-3, ИСа-3-2 очень успешно пробивает японскую броню. Настолько успешно, что Type-4 Heavy офигел, похоже, и откатился назад. Один из наших союзников, который на Бориске играет, это новый премтанк, Батчитильон вот этот, слился там как-то за первые минуты, и уже начал оскорблять всю нашу команду. Интересно, я предполагаю, что было так. Он решил там пацанчиков вражеских светануть, как-то там прокатился себе, да, вроде бы за свет, а наша команда, как мы видим, никто особо не приехал стрелять. И фактически он урона не нанес на свет, а то уже не сделал, улетел в ангар, и я представляю, как ему обидно. Наш же герой уже замечает пробел на базе, потому что, как мы видим, у нас на центре один Ягдтигр, который навряд ли уж очень, я в этом сомневаюсь, что долго проживет. ПТшка неподвижная, а броня Ягдтигра еще та веселая, потому что даже в рубку нас иногда без проблем пробивают. Ну, как у нас, Ягдтигра. И как мы видим, это с ним и происходит. Там еще СТшек у врагов на центре немало, которые спокойно могут на Ягдтигра выехать, а там его даже никто не прикрывает, потому что все три вот эти пацана зажались в квадрате опять и вообще не помогают Ягдтигру. Ну, это, конечно, веселая ситуация, и здесь сложно даже поспорить с Ягдой, потому что там три танка, три СТхи, которые могли расстрелять, могли нормально отработать по центру. В итоге они все там в углу зажались. Вообще непонятно, что делают. Дамага навряд ли они много нанесут, учитывая, что еще Арталора, скорее всего, под ним там откидывается. Вон уже под оглушением стоят. В общем, у пацанов жизнь весела. В чате уже пошел лютый мат, оскорбление, счет 2-7, и наш герой вернулся себе на базу и, похоже, особо не рассчитывает даже на какой-то успех в данном бою. Ну, что поделаешь. Хотя он опишет потом данный бой, я вам дам прочитать. Я, ребят, с одного момента просто... Вся суть World of Tanks там раскрывается. Я покажу потом. Видим, кстати, что довольно неплохая ситуация по ХП. Как наш герой, так и его совзводный. Оба фуловые. Вот здесь рискованный выстрел был по 263. Фантастически просто повезло, что оба снаряда зашли в цель. Это какая-то сильная удача, потому что ПТХа двигалась из стороны в сторону, и разброс там был приличный. Ну, повезло, повезло. Что говорить. Откидываемся по ВЗХе. Наш совзводный нам помогает, и видим, что пацаны так на халяву раздамаживают противников. Потому что никто их особо даже пробить не может. И опять же, учитывая, что не такая сильная броня у нового двухствольника ИС-3-2, он танкует. Он танкует ВЗХу, и уходит вместе со своим совзводным из этой всей ситуации даже без дамага. Ну, что сказать, пацаны очень успешно играют пока, но счет совершенно не в нашу пользу. 5.11. Ребята, слив по всем просто направлениям. Выезжает на нас 46-й, проджетто дает, рикошетик, и тут же справа у нас дед. Нужно, наверное, на деда проезжать, пытаться два снаряда сразу ему выписывать. А чё там, чё там разговаривать? Потому что снизу уже заходят пацаны, и я не уверен, что долго наш, наша АЕшка будет их сдерживать. Разворачиваемся назад, помогать АЕ физ-1, но начинается какой-то полнейший кавардак у нас на базе. Противники валят толпой, и даже учитывая, что много у них танков 8-го уровня, все равно пробивают нашего совзводного, и он уходит в ангар, делая счет, тем не менее, 9-12. А вот ИС-3-2 еще совершенно не пострадал. Удивительно, да? В это время на другом фланге остается один гордый Тортоис. Выживет он там или нет? Сейчас увидим. Получаем от Паттона первый, кстати, по-моему, дамаг по нашему герою. Кстати, 6-300 уже накидал, и добиваем тут же и Паттона, и Бураски. Или Бориску, как многие его стали называть. В это время дед, какой-то весельчак, выкатывается катком, но при этом ловит лютейшую удачу вообще. Ну это чисто, ребята, типичный World of Tanks. Вот ИС-3 вроде бы подставляется, настолько глупо, катком выезжает, даже там без шансов танкануть, но этим катком все равно танкует. И сейчас зачем-то начинает подниматься наверх. Ему нужно было держать позицию на базе. И вот здесь мы уже дуплетик-то ему на 747 отвешиваем. Ох, это было больно. Ой-ой-ой, как же это было больно. В это время ребята добирают Тортоиза. И два врага, один из которых тот самый обозленный, скорее всего, на нас Type-4 Heavy, уже едут добивать ИС-3-2. Ну что, самое время увидеть их дуэль, и как же это все закончится. А потом покажу комментарий героя по поводу этого боя, и посмеемся вместе с вами с его неграмотностью. Интересно. Даже вопрос, специально он так это написал, или реально он думает, что так пишется. Ну, в общем, сейчас все узнаете. А пока, ребят, я буквально на пару минуток хочу взять паузу, рассказать вам про розыгрыш золота, показать победителей, которые получили 10 тысяч голды, объявить новый огромный розыгрыш, и рассказать еще кое-что интересненькое. Не перематывайте, пожалуйста. Огромная просьба. Итак, ребят, мы на сайте ВотКит. Давайте сразу же открывать кейсы, и я пока расскажу вам информацию, которую вы должны знать. Тут, кстати, Центурион МК можно сейчас получить 5-1 раз за 7 тысяч золота. В главном кейсе его можно открыть. Ссылочка у нас на ВотКит, как всегда, находится в закрепленном комментарии. Также здесь раздают 5 тысяч голды. Я постоянно вам говорю, вот это та самая раздача. Жмете участвовать. Так что все, вот, как я говорю в ролике, так и есть. Можете по ссылке на ВотКит, которая в закрепленном комментарии, заходить и в этой раздаче, как минимум, участвовать. Также вот я тоже о скидке на кейсы говорю. Вот видите, сейчас хорошая, хорошая скидочка действует на главный кейс. Так что тоже, ребят, пользуйтесь. Откроем, посмотрим, что же мне сегодня выпадет. И пока я открываю, хочу показать вам двух победителей от сайта ВотКит. Каждый из которых, ребята, получает по 5 косарей голды. По 5 тысяч золота каждому. И в этом ролике тоже для вас будет возможность 5 тысяч золота получить. Для этого тоже будет розыгрыш. Два победителя по 5 тысяч золота в этом видосе будут. В сумме 10 тысяч голды мы разыграем. Чтобы получить, нужно поставить лайк этому ролику, подписаться на канал, включить колокольчик и оставить позитивный комментарий с вашим ID от ВКонтакте. Это очень важно. Ну и игровым ником тоже. Вот так вот. Давайте кейс с танками откроем. Может, здесь мне улыбнется удачка. ID от ВКонтакте. Это цифры или буквы после вот этой вертикальной палочки, наклоненной на ссылки на вашу страницу. Ловешник мне в кейсе с танками выпадает, а вот это уже я называю везение. Ну и давайте добьем, добьем главным кейсом. Может, Центуриончика хочу. Центуриончик временно здесь, в магазине. И можно, можно выбить. Ребята, еще в закрепленном комментарии есть мой промокод на сайт воткид.ком. Если вы его вводите вот здесь при пополнении счета, вот он, бомбилка. Он есть в закрепленном комментарии, его всегда пишут, то получите бонус. Пользуйтесь. Открываем еще 50 золота. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Остается немного. Давайте, давайте, последние два кейсика. Что-то хорошее. Ну, что мне жаловаться? Я уже, я уже выбил ловешника. Я, как минимум, уже всю игру окупил. Ой, ля, 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 тут какая штука есть. Тяжелый немец. Его бы открыть. Сейчас неплохо, неплохо бы было. Давайте на угол. Эх, ну, главный кейс мне особо не дал удач. Зато в кейсе с танками мне выпал целый премиум танк. Ну и не забывайте про раздачу. А мы возвращаемся к видосу. Ссылка на воткид в закрепленном комментарии. Там же мой промокод в ежедневной раздаче. Вот этой, что на экране. Переходите, участвуйте. Продолжаем ролик. Итак, мы возвращаемся обратно на карту Фьорды. Где наш герой остался против двух противников. И они уже едут добивать. ИС-2-2, кстати, против нас. Тоже двухствольник, но на уровень ниже. Удается зарядить по нему просто солидный дамаг. Тут же выезжает японец. Выцеливаем башню. И чисто на голде, конечно, играет. Вот здесь прям не могу простить. Но бой накаленный. Может быть из-за этого. Потому что ББХ он тоже возит много. Бой очень накаленный. Похоже, парень хочет реально затащить. Поэтому. Ну ладно. Можно. Можно сгладить этот вопрос. Но сейчас, когда я покажу в конце, как он назвал реплей. Что написал в описании. Это, ребят, просто нечто. Огромная просьба. Пока вы смотрите финал. Пожалуйста, ребят. Прожмите лайк этому ролику. Подпишитесь на канал, кто не подписан. И включите колокольчик. Это очень важно в развитии нашего канала. Просто огромную пользу. Вы мне принесете огромную. Каждая подписка. Каждый лайк. Каждый колокольчик важен. Две секунды вам это сделать. Вот чисто от души, ребят. Прошу. Ну бой же. Хороший. Еще и новый розыгрыш. Золото. Ну, пожалуйста. Поддержите канал в развитии. Надеюсь, вы меня услышите. Ну и давайте посмотрим, что же написал наш герой. Я обещал вам в конце немножечко повеселиться. Итак, вот у нас сейчас самое веселье. Вот название боя, которое написал сам лично этот герой. Вот он загрузил это сражение. Не напрягаясь. Не напрягаясь. Я даже увеличу, чтобы вы это видели. Не напрягаясь. Это как он это придумал? Ну, вот сейчас самое интересное. Это описание. Думали с другом все, но приняли. Его убили. Я отомстил бой. Шедевр. Вот как я это прочитал. Думали с другом все. Но потом приняли. Приняли что-то приняли. Непонятно, что приняли. И пошло-поехало. Вот тогда дело пошло. Что-то приняли. И тогда пошло. Интересное. Интересное просто описание. Здесь без... Не напрягаясь. Ну вот он командный результат. 8509 фрагов. Ну вы красивый. Ну что могу сказать. Ну описание это нечто. Ладно, ребят. Я надеюсь, вы лайк залепите. Сейчас справа вверху видосик обалденный вас ждет. Кто не видел, тыкаем туда, вон справа вверху. Или слева вверху. Выберите, какой вам понравится. Вот два видосика сейчас на экранчике. Зацените их, пожалуйста. На этом все. Увидимся. Пока.